Мужчина или женщина? Мужчина говорит, женщина. Женщина что говорит? Женщина, правильно. То есть смотрите, интересно, что семья, энергия семьи, она принадлежит женскому началу, энергия семьи. Энергия деятельности принадлежит мужскому началу. И допустим, хороший начальник знает, что не надо слишком много женщин брать на работу. Потому что если их будет слишком много, то дальше будет критическая масса, которая приведет к развалу фирмы. То есть фирма не сможет быть управляемой, потому что женщина в какой-то момент на работе становится неудовлетворенной. Потому что это не ее природа. То есть она там не находится в полной защите. Там не та деятельность, которая ей приносит полное счастье. Она там всегда страдает. И таким образом фирме получается много страдания. Страдание больше, чем счастье. В результате она разваливается. Также женщина знает, что сексом надо заниматься только с тем человеком, который на тебе расписался. В каждой женщине есть сердце это знание. У кого нет такого знания, женщина? Поднимите руку. У вас нет такого знания в сердце. Ну, а 18 лет было? Когда вам было 18 лет? Не было такого знания. Ну, ничего, сейчас получите. Одно не было знания. Такое может быть, да, что как-то не получила она как-то. Или это скорее наоборот получается из-за того, что мы забываем. Потому что, ну, девушка молодая, 18 лет знает, что сначала надо остановить отношения. Ну, смотрите, я сейчас логически, мы сейчас будем размышлять. Смотрите. Сексом можно с любым человеком заниматься? Или лучше сначала познакомиться? Познакомиться. А вот мужчине все равно. Вот чем менее знакомый, тем лучше. Более загадочно. Сексом для мужчин. Ну, все равно. Дальше поехали. А вот только ли познакомиться надо? Или чтобы он какие-то гарантии давал? А? А? Любовь. Ну, что значит любовь для мужчины? Что значит любовь? Может, у него любовь сразу с двумя будет? У него две, он с двумя будет любовь. Вы согласны будет на секс? Вот рядом другая будет? Нет. Это значит гарантии, так? А какие гарантии должны быть? Вы поймите, ведь он начинает фактически, по факту, секс означает зачатие ребенка. По факту. Мы, конечно, там насочиняли уже всяких резинок. Но это сочинение наше, понимаете? По факту это означает зачатие. И для женщины, если вот убрать все современные технологии, вот, а просто оставить ситуацию, да? Для нее по факту означает, что у ней может появиться ребенок. Так? Означает. Без отца. С вашей логикой. Без отца. Ну, потому что мужчине неинтересно это. Если он сексом позанимался с чужой женщиной, и он не хочет больше с ней иметь дело. Ему надо сначала перестрадать, добиваться женщины, потом она должна убедить его, что ее надо взять замуж, что она самая лучшая, а потом тогда он уже будет брать на себя ответственность за этого ребенка. Для мужчины ребенок это трудности, тяжелая карма, для женщины это награда. Но если женщина рожает ребенка без мужа, для нее это тоже трудности получается. Таким образом, у каждой женщины есть сердце знания, что сначала замуж, потом секс.